Короче, поссорила это ваш Наруто. В этот раз нашли действительно стоящая арка, которую я бы охарактеризовал как самое настоящее взрывоопасное возбуждение. Короче, шла 72 серия на жителей стройки, в которой малые вовсю хуярили на летние отработки, не жаляя себя. Додик вон уже буквально не вывозил этих нагрузок. Веботерапевша подписывал вообще все договора, там все бумаги, какие только возможно, даже не читая. Хотя там один хуй непонятно, что написано. Она расщилил в палате, то и делая лапая подушку и хавая яблочки сакуры. И прямо в этот самый интимный момент к ней в палату залетает одноглазый. Че, ебанутая что ли? Тем временем у нас переводят в подвольные помещения, в котором те двое халатников собирались совершить насильственные действия по отношению к той самой девахе. Ну вы помните, да? Короче, выясняется, что один из них, короче, типа очень набожный, да? И верит там в пульт какого-то великого геншина. Значит, достал четкий, да? Стал молиться. И вот тот второй, у которого ебало такое протокольное, говорит, ладно, ща этот хер раздуплиться и мы тебя хлопнем по-любому. Ты че мне угрожаешь? Морда бандитская. А ну как, пошел нахер отсюда и прошмодень свою забирай. Вот и после этого диалога там все стало взрываться нахуй, а сама деваха превратилась в огромную сука чмоню синюю, ты перекинь. И короче, того чела с протокольным ебалом положило одним ударом буквально сразу, а вот этот свидетель Яговы японский успел зашкериться. Короче, там все здание разворотили, пиздец полный. Далее нас возвращают в больницу, в которой Кановский Биг Смоуг забирает своего одноглазого кореша на мужской разговор. Значит, сидят они там вдвоем, подтягивают пену, обсуждают женские жопы, там рыбалку, ну вот эти вот все мужские темы, да? А вдруг к ним заваливается баба экстрасенша и вместе с курильщиком они куда-то валят. А ситуация с халатниками тем временем страшная. Значит, лежит косарь прибитый к полу, деваха прибитая к стенке висит, протокольный сидит с жопой на голом бетоне, ну блян, мужик, ну это же вредно, ну зачем? Ну как оказалось, свидетель Яговы наш просто пранковал и все с ним нормально. Короче, в целом это оказалось жертвоприношение вот этому самому великому геншину. И короче, решили они, что теперь пора валить в сторону Канохи и искать там еще одного жунгаря. Я так понял, они про Нарыча базарят, по-любому. И короче, дальше выяснилось, что вот этот чел с протокольным ебалом, он типа на самом деле хаслер, там какой-то махинатор, мммщик, да, весь вот этот движ. Короче, чел помешанный на деньгах настоящий Мавроди. Тем временем в Канохе Нарыч начал новую издевательскую магическую тренировку, в которой старые заставили его резать воду 10 часов. Вот, и чтобы Нарыч не сбежал, Кэп взял его на мушку. Тем временем эти двое идут куда-то, и Мавроди говорит, типа, вот смотри, диван купил себе недавно, инструкцию не понимаю, надо зайти спросить. И как оказалось, они пришли к порогу той самой последней Икеи. Значит, хаслер выламывает дверь, заходит внутрь, все работяги на очки свои поприседали моментально, и халатники такие спрашивают, типа, а позовите менеджера. Тут выходит профессор Ксавье собственной персоной. Мы узнаем, короче, что за его лысую бестолковку дают какое-то немыслимое количество долларов на черном рынке. Ну, значит, эти двое халатников полетели в атаку, да, а профессор Ксавье такой, короче, в позу встает и начинает молиться. Если ты есть бог, сука, помоги! И тут за вас спиной появилась какая-то сущность волшебная, которая раздала и первому, и второму божественных пиздюлей. Ну, значит, дальше они продолжили рубиться, и спустя какое-то время нам не показали, правда, как именно, но всех работников Икеи и самого профессора Ксавье завалили нахуй, ты прикинь. А в Канохе Нарыч все продолжает резать воду, но без особого успеха. Тогда Кэп решил расширить площадку для Нарыча и сделал водопад еще больше, не, ну ты посмотри, какую красоту навел. Вот на туре скринь и на рабочий стол ставь. Значит, дальше у нас шок-контент в аниме Наруто. Каслеры-свидетели Гова тащат куда-то дохлого Ксавьера. А Сакура сварганила для Нарыча целую корзинку пирожных картошки. И когда увидела, как тот режет воду, решила, что пойдет на свиданку с кем-то поумнее. Тут Одноглазый взял эту хавку, принес Нарычу. А там, я так понял, написано, что-то вроде типа, жри, что дают, да? Потому что Нарычу эти пирожные ну вообще не пошли. Каждый дагестанец поймет вот этот вкус. Но несмотря на это, он размножился и продолжил свою тренировку. И там херачил ночью и днем просто без отдыха практически. На следующий день в Каноху пригазовал последний работник из Икеи, встал на колени перед Хакагой и говорит, нам всем пиздец. Хлопнули к Савьера. Поэтому пока не поздно, лучше убегайте из этого аниме. Но баба терапевша каких-то там бадюганов бояться не собиралась. Созвал о всех самых опытных ниндзя к Канохе и отправил их на поиски халатников. Тут Биг Смоук поднимает руку и говорит, я вижу работника Икеи, ну где же собственно сам Ксавьер? И тут он узнает шокирующую правду, что его братана хлопнули. Ну пиздец, Курильщик нахуй на очко приседает моментально с этой новости. Ну короче, они там разбились на команды и разошлись. Курильщик еще раз перед уходом из деревни пошел посмотреть за своей цацией. А та сидит дома, телесемь листает. И хуй знает, почему ее не вызвали на это задание. И на следующий день, в самом конце 74 серии, Нарыч все-таки смог порезать воду. Значит дальше наши чешут всю Японию в поисках халатников. Даже до дедов доебываются до каких-то. Вы наци, да? Мы нет, вы что? Ну короче, никто не может их найти, вот прям ни одна из команд. Тут Курильщик с пацанами пришел на место разрушенной в хлам Икеи. Там его встретил еще какой-то дед, показал ему всех увольных работяг и говорит, что Ксавьера так и не нашли. Типа есть варик, что его спиздили и отнесли на специальный бандинский пункт выдачи. Короче, наши по дубль Ису там посмотрели, прикинули так примерно где ближайшие пункты и пошли туда. И дальше нам показали, как Курильщик одно время был очень близок с этим Ксавьером. Они даже вдвоем полуголые что-то делали на речке. Тут короче даже фанфиков никаких не надо, мужики сами справляются. Значит дальше Сакура принесла еще пирожных картошек для Нарыча. А там уже никого, ни Нарыча, ни водопада, ни старых. Тут приперся еще Мажорик и говорит, типа, давай я шлипахау, ну не пропадать же добру, да? И пока он разглядывал все это дело, Сакура стала втирать ему вот эту хуйню, что это все супер ультра мега веган, 100% шуга фри, без красителей, без любых масел, без глютена и ГМО полностью. Ну Мажорик кусанул и еблос кукурузил так мощно, что просто выблевал от ее поделья под ближайшим деревом. То время старики Нарыча кормили Доширом, а халатники шли вместе и спорили. Свидетель Егова все пытался там отговорить кореша своего, говорит, может не надо там этого Ксавьера никуда отправлять, да? Типа, пошли лучше джунгарей половим, но за свой базар чуть не стал жертвой магического фистинга. В общем, дальше Нарыча привели на следующий этап создания своего собственного заклинания, и тут Одноглазый просто взял и на ровном месте, ты прикинь, начесал клубок. Так что Нарыч стоял просто в охуевозе, что мол, типа, да как так, все шули умеют эту хуйню делать, что за шерпотреп, а не магия, а хагрид, сука старая, заскамил. Ну, короче, Одноглазый объяснил на примере чёсного клубка, что не все могут вот эту свою природу, электричество, там ветер, да, соединить с клубком, но ты, говорит, Нарыч, сможешь, потому что это твое аниме, так что давай работай, бля. Тем временем в другой команде, команде Трусоголова, пришла смска. Что мол, давайте чекайте все пункты выдачи, халатники будут там, это прям по-любому. Пока Нарыч пытается создать свою противокрасавчиковую технику, халатники уже притащили к Савьера в точку выдачи. Значит, там их встретила какая-то шляпа усатая. Проверила, шок Савьер не бит, не крашен, упаковал его и выдал пацанам нал. И пока Мавруди пересчитывал свои бумаги, косарь вышел на улицу воздухом подышать. В общем, сидит там косарь, дышит. И тут его принимает банда курильщика. Значит, они его на ножи посадили, все, но оказалось, что его просто физически не убить никак. Короче, стоит этот свидетель Его, весь проткнутый на похуях. У него спрашивают, типа, а где второй? И тут появляется Хаслер и нападает на Потлатова. Но все вроде как выжили. Тогда косарь нарисовал какой-то знак на полу, и пока он это делал, Потлат и Курильщик придумывали план на основе партии в Нарде. Ну, короче, Биг Смоук вперед полетел, с косарем рубиться начал. Потлат его своей теневой магией пытался как-то там подловить, поймать, да? Но тут уворачивался по-всякому, на косе на своей катался. Туда, сюда, и тут как возьмет, как вперед ее запульнет. Тут Курильщик встает в стойку профессора Ксавьера. И отбивает его атаку. Тем временем, Хаслер просто стоит и смотрит. Ну, в общем, дальше косарь газанул на молодых, забив и на Курильщика, и на сюрикены всякие. В общем, похую ему на все, да? И смог, короче, обманкой с помощью своей технологической косы зацепить Моську Биг Смоуку. Тогда тот взял, короче, и все скуриные сиги, всю вот эту солевуху, которую он за всю свою жизнь пыхал, выдал свидетеля и говы. А тот психопат ненормальный, кровь Курильщика с косы слезал зачем-то, да? И, короче, все закончилось тем, что Биг Смоуг зубами щелкнул, и весь никотин взорвался нахуй. Косарь аж почернел, ну, я думал, все, обуглился, пацан. А это, на самом деле, был какой-то особенный блэкфейс, из-за чего обжегся сам Курильщик. Ну, короче, косарь пику точеную достал, на него в атаку побежал Биг Смоуг, и тут он берет такой и ногу себе как дырявит, и тут же эта рана появляется у Курильщика. Ну, короче, ясно все, типа их тела связаны, там любой дамаг по свидетелю говы будет передаваться Курильщику, да? Ну, короче, дальше косарь хотел убить Курильщика, но его вовремя успел перехватить Патлатой. В общем, напряженка опять, пику точеную не просунешь. Значит, косарь булки напряг и стал вытеснять магию Патлатова изо всех сил. Короче, понял тот, что в жопе находится, решил использовать старую армянскую тактику через нарды. И тут он, короче, задумался максимально, буквально, знаешь, как гуманитарий на ЕГЭ по математике. И тут он раз и внезапно что-то понял. Тут у него другие кановцы спрашивают, типа, чё понял-то? Чё ты понял-то? Мы в дерьме! Ну, короче, начал он своей теневой магией выводить косаря из этой эмблемки нарисованной. Кое-как его, короче, вывел, да? Швырнули в него потом нож, увидели, что Биг Смоугу 0 урона, и дошло до всех, что всё, теперь-то ты, сука, точно побеждён. Значит, Патлаты тенями его проткнул насквозь и держит. Тут курильщик встал и, хромая, со своим магическим кастетом, поковылял к свидетелю Иеговы. Значит, курильщик ему башку снес, в прямом смысле слова. Дальше наши пацаны расслабились, смотрят на Хаслера, тот стоит, значит, с чемоданом, как вкопанный, еблом щёлкает чё-то. Оказалось, что косарь-то, сука, до сих пор живой. Ну, короче, Мавроди тоже подсуетился, схватил эту башку. И пока курильщик думал, что им делать дальше, эта морда протокольная на огромной скорости подлетела к нему и отхреначила его чемоданом. И пока все остальные в ахуе стоят, смотрят, Хаслер прикрутил голову косаря обратно. И тут, короче, на арену нашего Шапито выскочили два вот этих еболдыша. Один, короче, достал из рулона какую-то огромную петушину в голову, а другой просто наблевал на пол каким-то киселём. Ну, в общем, они там чё-то пытались, конечно, сделать эти два клоуна, да? Но оказалось, что Хаслер не только быстрый, смелый и умелый, но ещё и руки у него, видать, не из жопы растут. Значит, он там одного клоуна замотал, второго замотал тоже. В общем, всё, все стоят, примотные магнитофонные ленты, ничего сделать не могут. Тем временем, свидетель Егова подошёл с пикой точёной к курильщику. Тот вроде кое-как отбился, и казалось бы, да, и даже от косы его не увернулся. Но тот уже находился внутри своей дэмэйдж-зоны, так что весь урон пришёлся чётко по курильщику. Ну, значит, всё, Старый уже еле дышит, нахуй, потлатый в колготках в сеточку, встал, ломанулся, да, спасать его. Но было уже слишком поздно. Короче, всё, пиздец, Биг Смоука завалили, да? Косарь, значит, успокоился, Хаслер тоже готовился всех перебить, как вдруг на бандосов напала какая-то куча ворон. И в этой куче прилетел челик из конохи с мечом. А как ты такую штуку подержишь? Это, короче, оказалось команды трусоголового, и тут Косарь с Хаслером поняли, что они это уже не вывезут и съебались. Значит, всё, курильщика разложили, он даже вроде как живой. Тут опять вернулся Хаслер и говорит, что вот за вот этого вашего бородатого дают лаванду, так что я вам просто так её не оставлю. Да ты заебал! Значит, этот курятник в спортивных очках выскакивает, бежит на Хаслера, и у них начался файтинг на крыше. Тут нас переводят вообще в какой-то Найт Сити, как я понял, где какой-то хрен рыжий на статуе сидит. Вот, конечно, тоже интересно, что он туда вообще забрался, да? Но он, короче, видать, халатников других набрал, да, и говорит, давайте там это самое, сворачивайтесь, нам пора анбоксинг джунгариков делать. Ну, короче, эти двое свалили, да? Блонда стала пытаться хилить курильщика, но было уже слишком поздно. В общем, облепили его малые, да, и он начал говорить свои последние слова. Значит, перед смертью он попросил последнюю сишку, докурил ее и откинулся. Все это происходит под грустнющую музыку, пиздец, и рожи у всех кислые. Аж дождь пошел, ну а как иначе в этой ситуации? Тем временем Нарыча вовсю пиздят палками за плохую учебу, да? Палатники распаковывают джунгарика, что-то пиздят, и мы узнаем, что настоящая цель их ОПГ, это получить власть над всей Японией, даже целым миром. С помощью суперсил от вот этих вот джунгариков. Во, значит, команда Патлатова уже доковаляла до конохи, и тут баба-терапевша узнает, что курильщик помер. Нарыч там уже наконец-то сообразил, как ему создавать свою собственную модификацию на клубочек, как вдруг весь кайф пришел и обломал чел из команды Патлатова, который тоже рассказал, что курильщик помер. И у Нарыча таких новостей аж ебало изменилось до неузнаваемости. Восемь старая серия начинается с того, что там буквально без слов экстрасенши узнают про смерть курильщика. И там все так снято эстетично, красиво, прям пиздец, Нолана, наверное, пригласили, чтобы этот момент сделать. Или Найтшулера, ну красиво в общем, похуй. Далее идут похороны, все в черном, все грустные. Один только Патлатый разлегся на крыше, где-то Зипа играется. Потом ночь он сел играть в нарды с родным батей, но батя сидел, что-то заебывал молодого, так что тот не выдержал и выкинул доску с нардами нахуй с квартиры, вместе с батями. Значит лежит Патлатый у себя в комнате, охуевает от депрессника, и тут ему резко в башку ударил план, и он давай все на нардах разыгрывать. Там типа это сюда, это туда, да? Правда я не уверен, да, то что в нардах есть кто-то со способностями косаря или мавроди, но да ладно, ему виднее. Значит на следующий день Патлатый пришел на тренировку к Трусоголовому, на нем аж лица не было, потом к Блонде заскочил, и они все вместе стали придумывать, как им этих халатников наебнуть одним днем. И они куда-то среди ночи втроем попиздячили из деревни. Тут их прямо на пороге поймала Баба Терапевша и говорит, Вы чё дебилы? Вы чё ебанутые что ли? Действия, вы в натуре ебанутые. Короче она запретила им куда-либо идти, типа не стоит скрывать эту тему, типа вы молодые, там шутливые, да? Но тут просто откуда ни возьмите появился Одноглазый и говорит, я пойду с малыми, прям с кайфом. И они короче все вместе двинули за головами халатников. Значит дальше Баба Терапевша поставил условия для нарыча. Если он не придумывает новое заклинание к концу этой серии, то на помощь к Потлатому пошлют кого-нибудь другого. А аниме вообще переименуют. Ну нарыч молча обожрался, значит пирожных святым источником их запил и начал работу. А Потлада где-то в лесу объяснял, как именно они будут херачить халатников. Я распишу нахуй поминутно, блять. Они тем временем закончили анбоксинг дамочки и косарь с хаслером отправились в Каноху. Ну наши с помощью дрона Навального вычислили, где находятся эти уебаны и пошли к ним навстречу. Значит Канохцы на них напали, да, Потлаты смог их даже поймать своей вот этой теневой магией. Начал управлять косарем, схватил его вот этот инструмент хозяйственный, побежал на хаслера. Но тут с помощью оторванной руки смог вырваться. Но это все равно Потлатова не остановило. Конечно он продолжил косой махать в разные стороны, загнал Мавроди в тупик, а там уже и трусоголовый подсуетился. Но как оказалось, что он весь сука бронированный, пуль непробиваемый, абсолютно похуй на любые вот эти вот атаки. И пока он хвастался, какой он крутой, к нему в туза буквально он в крысу подкрался одноглазо и пробил его вот этой своей авадой кедаврой. Видишь мой глаз? Ну значит все, хаслер свалился как мешок с картошкой. Тогда седоголовый брутально зарядил еще одну аваду кедавру. И только-только хотел хлопнуть косаря, как внезапно Мавроди вскакивает и с ноги впечатывает старого в стенку. Surprise, motherfucker! И дальше короче вообще пиздец, короче хаслер снимает свой пиджак, а там он весь шит и перешит и из деталей состоит как лего человечек в натуре. Ну стал он там в общем орать. Из него какая-то хрень черная полезла, вот реально буквально знаете как боссы в резидент Эвили каком-нибудь. Короче магия потлатова там тоже закончилась и они ставят в шестером, значит косарь, хаслер и 4 гомункула. Один из них кстати вздох сразу. Значит свидетель его сорвался нахуй как с цепи, налетел на себе доголового. Тут по нему еще и мощным каким-то ураганом хаслер хуйнул так, что все деревни нахуй посрывало. Короче ситуация жопная, хаслер начал заряжать электрическую пушку по молодым, но в последний момент прискакал следоголовый в одной водолазке. И буквально голыми руками сдержал вот эту атаку магическую. Но это еще не все, потому что этот пазл решил использовать мощнейший перегар в мире. Но несмотря на это все канахчане выжили. Но судя по тому, что стало с рисовкой этого аниме, удар пришелся точно по аниматорам. Короче дальше выясняется, что у этого пазла бля, все вот эти вот его жизни они в крестражах спрятаны. Типа нужны всех убить, чтобы пазл помер, вот. Короче дальше косарь начал булить трусоголова, тот не выдержал, сорвался, побежал с кулаками на него. Чуть был не нарвался на косу косаря, но его в общем-то вовремя затормозили и седые пошли опять рубиться друг с другом. Тут трусоголовому подскочил пазл и просто голыми руками в честном поединке по правилам бокса отхреначил молодого. А тем временем седоголовый уворачивался от косаря и от гомунклов от этих, в общем доебались до старого дам по полной. Пазл пришел убивать трусоголова, но остальные молодые вмешались в движ. В итоге он одной рукой держал район, а другой трусонюха за брюхо, так что тут уже намечался даблкил. Но потлатый какой-то рулон с водой достал, весь пол залил, электричеством хаслера ебанули и в общем спас он всех. Дальше наши придумали новый план разделить этих ебалдышей. Короче седоголовый просто в соло месяца с пазлом, потлатый поймал косаря на теневую магию и вел куда-то в лес, а молодые просто стоят и болеют за своих пацанов. Короче потлатый там какую-то ловушку на свидетель ягов и смастерил по-быстрому, изрывчатки и лески. Но магия потлача закончилась, косарь достал точенную пику, напал на молодого и даже задел его, ну короче все, пиздец ему и дать. А на поляне тем временем одноглазый вовсю разбирался с пазлом, упрыгивал от всех его заклинаний, но в итоге нарвался на магнитофонные ленты. В общем Мавроди на него напрыгивает, держит и тут хуяк внезапный инфаркт, ты прикинь. Ты что, глухой что ли, я тебе говорю, мне плохо с сердцем, я задыхаюсь я, слышишь меня. А где-то в лесу потлатый уже достал нож и рубанул косаря. Короче оказалось, что это не инфаркт на самом деле был, а что когда седоголовый пробил пазлу спину, он еще в крыс у него взял немного анализа. В общем потлатый там так ухитрился, чтобы косарь именно кровь Мавроди слизал. И казалось бы все, ты же умер скотина, но нет, те два крестража взяли и вернулись обратно в его тело, и пазл снова зажил как живой и принял максимально уродливую форму. Там эти ленты, магнитофоны уже всех щелей у него торчали. Впрочем всех канахчан замотал, думал же пристрелить их нахуй что ли, но в последний момент мешались Нарыч и Кэп. И по всей видимости Малой нам наконец-то покажет, чему он сука учился всю арку. Короче, издоголовый вызвал породу мопс, отправил вместе с ней на помощь к потлатому мажорико Исакуру. А тем временем потлатый сам прекрасно справлялся, обмотал этого косаря взрывчаткой, оказалось, что у него там была заготовлена ловушка еще до файта с ним. Короче, там огромная яма выкопана, специально видимо для свидетелей иегов всяких, да? И тут к потлатому со спины подошел Каспер и говорит. Огоньку не найдется. Ну короче, потлач зажег там это зипа, швырнут в косаря, а Нарыч тем временем вместе со своими работягами А ну два, два! Стал наколдовывать новое заклинание. У него там получился уже полноценный Хадукин из стритфайтера, который шумел как дрель стоматолога. Значит побежал Нарыч на пазлы этого, да? Тот естественно напрягся, аж вспотел. И прямо перед ударом его магия рассеялась. Ну Хаспер теряться не стал, да, схватил Нарыча, но Кэпчик с Одноглазым быстро малого вытащили. Тем временем Касарь весь в расфасованном виде отправился на дно этой выгребной ямы. Но даже несмотря на полное разделение, все еще сука живет. И да, потлатый просто его закопал. Позволь проводить тебя в более подобающее место, а именно в канаву! Короче, все, с Касарем покончено. Нарыч там решил еще раз попробовать начесать клубок и на этот раз попал точно в пазла. И там его так перекосаебило в этой новой магии, что шансов на выживание у него уже просто не было никаких. Вот, короче, именно так и оборвали жизни этих двух халатников.